Прямо сейчас к нашему диалогу подключаются слушатели, но напомню, условия программы звонят только те, кто не согласен с позицией нашего гостя. 788-1070-495-й код. Здесь вы не консультируетесь, а вы пытаетесь спорить. Слушаю вас, Алла. Добрый вечер. Я хотел вопрос задать вашему гостю. Вы вопрос в виде опровержения, вы спорите? Да, я просто, вы знаете, ваш гость лично своим заявлением оскорбил лично меня, потому что я сам лично перевел Навальному, точнее не самому Навальному, а Лязкину, его доверенному лицу, 500 рублей. И считаю, что многие так поступили, как я, а он заявляет о каких-то там непонятных платежах. То есть он тем самым оскорбляет лично меня. Понятно. Обиделись. Ну, вас я не оскорбляю. Я, естественно, верю, что вы перевели эти деньги. Более того, я знаю, что много переводов были совершенно реальными и совершенно законными. Но сам формат позволяет за спинами честных людей вроде вас замаскировать все, что угодно. Действительно, мы же ничего не знаем о Навальном, но все знаем, кто переводит деньги Сергею Семеновичу. Мы ничего не знаем о семье Навального, о жене Юлии, о его маленьких детях, где они учатся. Но все знаем о жене Собянина. Вы знаете что-нибудь о жене Собянина? Как ее зовут? Как ее фамилия? В какую синагогу он находит? И сами ли в эту синагогу ходите? Объясните это немножко. Потому что вы рассказываете об остальных, но ничего не говорите о семье. Ну, во-первых, я не знаю, ходит ли жена Собянина в синагогу, мечеть или храм. Сам я никуда не хожу, я атеист. Во-вторых, я лишен возможности голосовать на этих выборах, поскольку я гражданин Украины. Поэтому я не интересуюсь семейной жизнью Собянина, я интересуюсь только его работой. И, кстати, за то время, что он руководит городом, успел отметить и опубликовать много недостатков этой работы. Вот. Но то, что мы сейчас вообще больше интересуемся личной жизнью кандидатов, чем их работа и деловыми способностями, мне кажется, очень вредным для нас же самих. Отличемся на пару секунд, потому что сейчас срочное сообщение от агентства РИА Новости. Военный суд США приговорил информатора Вики Ликс 25-летнего рядового американской армии Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. Это агентство Рейтер ранее в военный суд Форт Мид, штат Мэриленд, оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений. Там шпионаж, кража и компьютерное мошенничество. 788-1070, звонок прямой эфир, 495-й код. Вы не соглашайтесь, и мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, Антон, Москва. Заметал, что вот ваш гость не совсем достоверную информацию предоставляет касательно опросов с Утерджон и тем, что этими данными оперирует Навальный. Я сам лично работал в его штабе волонтером и наблюдал, собственно, за работой волонтеров-социологов, которые по методике соответствующей вполне себе научными погрешностями проводили исследования вполне серьезные. Вот, собственно говоря, вот так вот. А, может быть, какие-то данные на портале, ну так, порядка информации отрасхакивали. А то, что Навальный публикует в блоге у себя, психологические исследования свои собственные, то могу заявить, в общем-то, что они вполне достоверные. Там лично видел. Но вам интереснее эти сведения, потому что вы как бы за этим не видите предвыборную программу. Вы знаете о планах, о том, чем будет заниматься полиция, о благоустройстве при Навальном? Ну, конечно, почитайте, в программе все написано. Хорошо. Хорошо. Дело в том, что мне, опять же, поскольку я работал во многих предвыборных штабах, приходилось пользоваться данными самых разных социологических служб. И, исходя вот из этого моего опыта, создавать собственную социологическую службу при штабе – дело практически безнадежное. Слишком много подводных камней в этом деле. И, к сожалению, большую часть этих подводных камней социологи выявляют, как говорится, на собственных синяках. И свежесозданная социологическая служба при штабе чаще всего слишком маломощна, чтобы иметь возможность обойти все эти камни. По действиям Собянина во время предвыборной кампании, вот просто свои ощущения, такое впечатление, что, мягко говоря, не активно действует. Сегодня, например, жаловались жители, не помню какого района, не скажу точно, не пришел на дебаты, не пришел на встречу с жителями. Вообще, не помню, последний раз, когда встречался. Не участвует в дебатах. Ну, то есть, не заметен. Это такая позиция избрана, что да, как бы не появляться, потому что все уже о себе за это время. Ну, в общем, это позиция, которую выбирают очень многие действующие руководители, идущие на выборы. Не участвовать в, собственно, предвыборных действиях, а заниматься повседневной работой, исходя из того, что эта работа сама за себя скажет. Иногда это срабатывает, иногда нет. Ну, а что касается неприхода на заранее согласованную встречу, это, конечно, крайне неприятно. Но, исходя из своих наблюдений за многими руководителями, которых доводилось консультировать, должен сказать, что иногда такие вещи неизбежны. Руководитель очень зависим от обстоятельств и событий, на которые он вынужден реагировать по мере их поступления. Поэтому срывы графика, к сожалению, чем очень часто. Нет, я даже справедливости ради отмечу, что встреча не анонсировалась. Я к тому, что народ просто до того, как он отказался от дебатов, собственно, отказ от дебатов в его предвыборном штабе, Швецова объяснила тем, что он просто будет активно встречаться с жителями. Но эта встреча, да, не анонсировалась, но, тем не менее, мы видим в том, что у жителей есть существенная нехватка не встречи с Собяниным. Никак не могут встречаться. Очень хочется, но, тем не менее, вот анонсируемая активность Собянина по отношению к жителям тех или иных дворов, она периодически не случается. У нас буквально 30 секунд, 788-1070, звонок прямой эфир, вы кратко очень, алло. Алло. Да, прошу вас. Здравствуйте. Я не могу согласиться с Анатолием в том, что он толком не может объяснить цель Навального, а его единственная цель – это сменить власть и начать это с Москвы. Вот основной лозунг и основная идея. А обсуждать его программу – это бессмысленно. Понятно. Два слова, если можно. Два слова. Я уже наблюдал, что происходит, когда единственная цель на выборах – это сменить власть. Это было на Украине, и последствия столь катастрофичны, что до сих пор, через 8 с лишним лет после тех выборов, все еще не расхлебали эти последствия. Я очень не хочу, чтобы такое случилось и в остальной России. В России сейчас, да и в мире уже, только и разговоров, что о гомосексуализме, о гей-пропаганде, о запрете гей-пропаганды. Сегодня Шведский Олимпийский комитет запретил спортсменам устраивать так называемый молчаливый протест относительно закона о гей-пропаганде в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это решение было принято после того, как на чемпионате мира по легкой атлетике, опять же, в Москве, несколько спортсменок покрасили ногти в цвета радужного флага – символа движения в защиту геев и лесбиянок. Глава Шведского Олимпийского комитета отметил, что политическая символика на Олимпиаде недопустима. И письмо вспоминаем недавнего английского актера Стиверина Фрая, который призвал британского премьер-министра игнорировать игры в Сочи и так далее. Скажите, но ведь уже начинает доходить до абсурда. То есть покрашенные в определенный цвет ногти, они уже считаются политическим знаком, который нужно запретить. Радуга на небе тоже совсем... Нет. Радуга на небе от людей не зависит. Но вот что касается людей, то Олимпийская хартия прямо запрещает использовать спортивные соревнования для выражения каких бы то ни было политических взглядов. Это есть прямой запрет в самой Олимпийской хартии, причем прописан он в такие незапамятные времена, что сейчас уже и не вспомнить, какими обстоятельствами этот запрет был продиктован. Могу напомнить, что в 68-м году на Олимпийских играх в Мехико несколько негров из состава американской сборной при награждении подняли руки в черных перчатках. И за это они были в дальнейшем изгнаны из американского спорта, причем это не было поддержкой расовой дискриминации, против которой они таким образом выступали, а это было именно соблюдением Олимпийской хартии как таковой. А почему мы вообще этот вопрос сейчас так важен? Почему я заверстал эту тему? Это действительно важная тема, запрет, не запрет гомосексуализма. Или же это, нам же говорили, что никакой пропаганды, это пустая трата времени, этот закон призван отвлечь от проблем насущных играх. Начну с того, эффективна ли пропаганда гомосексуализма. Давайте нет, не с этого. Извините, если можно. Есть достаточно серьезная теория, согласно которой все люди в той или иной мере бисексуальны, то есть способны испытывать влечение к лицам и противоположного пола, и своего. И то, какое влечение возобладает, в очень большой степени зависит от житейских обстоятельств, от воспитания. Например, известно, что среди английских аристократов доля гомосексуалистов намного больше, чем среди рядовых англичан, просто потому, что аристократы, как правило, проводят лет 10 в закрытых школах-интернатах и в закрытых колледжах среди лиц только своего пола. Так вот, исходя из вот такого опыта, не только английского, конечно, пропаганда гомосексуализма действительно способна повлиять на вкусы и предпочтения граждан. А почему так важно ее воспретить? Даже не потому, что это приводит к снижению рождаемости, а потому, что сейчас в мире объявлены единственно верными учения, отстаивающие неограниченную свободу личности без всякой оглядки на общество. Эти учения уже доказали свою пагубность хотя бы тем, что нынешняя вторая Великая депрессия – это последствия экономических решений, принятых на основе этих учений. Но тут важно еще и то, что эти учения очень агрессивно разрушают общество именно ради провозглашенной ими свободы личности. В том числе и разрушают семью, как элементарную ячейку общества. Поэтому этот вопрос действительно очень важен и для нас, и для наших оппонентов, которые стараются разрушить все общество, в том числе и наше. 916-55-81. Если вы действительно считаете гомосексуализм важной проблемой, о ней нужно говорить, решать, обсуждать, ругать, поддерживать, но ваше неравнодушие – это 916-55-81. 916-55-82 – это пустая трата времени, отвлечения от проблем актуальных, насущных и куда более серьезных. Вы пропускаете очередную новость про геев, считая весь скандал слишком мелким. 916-55-82. Прямо сейчас те, кто не согласен с позицией нашего гостя, слушаем вас. 788-107-0. Это главное и единственное условие нашей программы. Да, я не согласен с вашим гостем. Объясню почему. Смотрите, последние вот эти вот все эти репрессивные законы, как бы, они начались с полгода, с год назад. А почему два года, пять лет назад, десять лет назад этого не было, и гомосексуалисты все были, и все было нормально. И, извините, самое главное, нигде официально и ничего не афишировалось, не пропагандировалось. Они просто были, как и были 200-300 лет назад. Я не понимаю, для кого-то открыл секрет, что гомосексуалисты есть, а вот это понять не могу. Понятно. А никто и не запрещает быть гомосексуалистом. Запрещено ровно одно — утверждать несовершеннолетним, что гомосексуализм — это хорошо. И появился этот закон именно тогда, когда это стали утверждать в товарных количествах. У нас буквально 30 секунд, очень быстро время пролетело. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали итоги соответствующего голосования. 56,8% только что ответили, что эта тема не так важна, они ее пропускают, и она, в общем-то, так не входит в топ тех законов, которые нужно обсуждать, и они считают их своевременно. 43,2% отвечают, что это с вами согласно, в общем, меньшинство. Понятно. Ну что я могу сказать? Моя обязанность — видеть рифы, когда до них еще далеко, и можно их обойти. Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман был сегодня в программе «Позиция». Анатолий Александрович, спасибо, что пришли.